Утро. Такое прекрасное утро после дождя. Я иду на остановку. Еду в поликлинику на приём к терапевту. Сейчас 8.52. У меня на 9.45 приём. Расскажу, чем это всё закончилось. Примет ли меня лор. Узнаем. У людей ещё цветут тюльпанчики. Жёлтый очень красивый тюльпанчик. Не буду снимать вблизи. Рассказывайте, как у вас дела, как настроение, как погода. А у нас уже вечер. Я сегодня думала целый день продолжить мне, плохо или нет. Ну, решила продолжить. Смотрите, тюльпанчик распустился один. У нас так и не было тепла. У нас холод. Вот. Вишня потихонечку отцветает. Забыла название. Называю её просто декоративной капустой, растущей у коротика. Ну, вроде ничего. Растёт потихонечку. Смотрите, как цветут яблони. Яблони цветут очень-очень красиво. Решила с вами просто, наверное, поболтать. К врачу, кстати, окончание по поводу врача. Не знаю, пойду ли я ещё туда или нет, это, ну, как бы неизвестно. Скорее всего, нет. Я поняла, что в нашей бесплатной поликлинике Легче, быстрее умрёшь, чем вылечишься. Лор оказался у нас в отпуске. Ну, что, в принципе, я и ожидала, что он будет в отпуске. Ну, что же теперь делать? В отпуске так в отпуске. Терапевт. Терапевт ужаснейший, я хочу сказать. Слушать он меня отказался совсем. Он не слышал о том, что я ему можно сказать, говорю про диагнозы, то есть симптомы и так далее. Ну, не хотел слушать, в принципе, не надо. Ну, мой приём продлился буквально три минуты. И мне сказал фразу терапевт, ну, можете сходить у нас к платному терапевту. И я так подумала и думаю, а зачем мне в вашей поликлинике идти к платному терапевту за тысячу рублей, когда я к любому, ой, господи, терапевт, к лору, когда я к любому лору в другой платной клинике схожу за тысячу рублей и промою, как бы сделаю промывание миндалин не промыванием шприца, а танзиллором аппаратом, вакуумным таким. То есть, ну, сами подумайте. Платно я в любом месте сделаю этот факт, по факту. В общем, поход так себе у меня был к врачу. Мне совершенно отнюдь не понравился врач, начала рассказывать ей симптомы. Я говорю, а, анализы какие-то там будут, ещё что-то. Она промолчала, говорит, вы свободны. Я думаю, ну, свободны так свободны. Ещё за сегодняшний день я поняла то, что верить никому не нужно. Ни людям, ни врачам, вообще никому. Не доверяйтесь ни сами, ни свои чувства, эмоции. Никому не нужно их доверять. Множество людей нам пишут с целью просто поболтать, признаваясь нам в каких-то чувствах. А в итоге, когда ты им отвечаешь взаимностью, получается то, что он даёт обратный ход. Знаете, никому не стоит верить. И даже не нужно. Я поняла это за сегодняшний день. Думаю, что у вас, дорогие мои, день прошёл намного лучше. И всё-таки прекрасней, чем у меня. Красота. Яблони цветут потихонечку. А ещё у нас зацветает потихонечку боярышник. Вот там зацветает потихонечку боярышник. Такая красота. Хочу сказать, что когда вам плохо, вас не выслушает ни один человек. Потому что ему будет на это плевать. Зато, когда ему плохо, это касается друзей, он напишет в первую очередь вам, чтобы его послушали, пожалели, помогли советом. А вас? А вас просто некому слушать. И бессмысленно это всё. Смородина уже даёт ягодки. Это прекрасно. Кружовник тоже уже с ягодками. Это очень-очень здорово. Смотрите, тюльпаны запоздали. Теперь у них есть раз, два, три, четыре, пять, где-то шесть тюльпанчиков решила вылезти. Мой гибискус растёт в парнике. Я его периодически открываю. Поэтому прошёл день как-то так. Немного, наверное, поговорила по душам. Но не знаю. Скорее всего, оставлю это в облоге. Траву нужно косить. Нужно косить траву. Клубника распускается. Посмотрите, как много клубника даёт цветочков уже. очень-очень много. Очень-очень много. Это очень здорово. Груша отцвела. А вот вертелька довольно-таки сильно отцвела, но замёрзла вся. Ягод в этом году будет от силы на каждом дереве штук по пять. Здесь тоже клубника потихонечку начала оживать. Потихоньку начинает зацветать. Это прекрасно. природа потихонечку просыпается. Правда, не хватает немножко тепла. Не хватает как и душевного тепла, так и уличного тепла. Хоть, чтобы какое-то тепло грело нас. Ну что ж, а я буду заканчивать свой такой разговорный блог. Немножко скучный. Поэтому вот так цветёт яблонька. А аромат стоит прекрасный. Ну что ж, всем отличной рабочей недели. Пока-пока.